Всем привет, мои дорогие! С вами Татьяна Кузьмина и проект Фаберлик Реалити. Сегодня мы на моей кухне и не случайно будем вместе с вами готовить кофе с помощью гейзерной кофеварки. Знаете, я никогда раньше до этого этим прибором не пользовалась. Вообще не было у меня никогда такого опыта. И вот вчера я получила в компании Фаберлик свой заказ и в нем была гейзерная кофеварка. Я заинтересовалась этой темой, думаю, как же мне приготовить кофе, потому что, честно говоря, для меня это диковинка. Артикул 91.02.32. Давайте я вам покажу, как она выглядит. Наверняка большинство из вас знают, а может быть кто-то и не знает, точно так же, как до этого момента не знала я. Во-первых, идет инструкция, она краткая. В принципе, все достаточно понятно написано, но в то же время мне было непонятно. Возможно, вам тоже какие-то моменты будут непонятны, и поэтому хочу с вами сегодня это дело проговорить. Сама гейзерная кофеварка выглядит вот таким образом. Достаточно, ну, такой приличный объем. Она и не тяжелая, прям слишком тяжелая, но и нелегкая. Она средняя по тяжести, чувствуется вот добротный прямо металл. И вообще выглядит она достойно. Крышечка здесь на кнопочке вот так открывается. И посмотрите, она состоит из двух резервуаров. Вот этот резервуар по отношению к верхнему откручивается. Мы его можем открутить, и его нужно открутить для того, чтобы начать пользоваться этой кофеваркой. Здесь мы видим сетечкой, и оно вынимается. Вот такая сеточка, она вынимается. И вот такое устройство. И посмотрите, здесь есть еще отверстие, и внутри оно тоже имеется, вот оно, для того, чтобы, ну, в конечном итоге, все это устройство не взорвалось, для того, чтобы отходил, наверное, воздух. И, соответственно, нам необходимо наливать воду не прямо под завязку вот сюда, а воду мы наливаем в нижний резервуар. Не прямо вот под завязку по самое горлышко, а вот до момента, пока у нас не покажется вот это отверстие, до этого отверстия. То есть получается, не полную эту емкость мы будем наливать. После этого мы закрываем ситечком вот этим, и в это ситечко мы насыпаем кофе. Ну, и дальше все очень просто, все это вместе собираем, и после этого ставим вариться наш кофе на плиту. Что примечательно, вот это дно подходит в том числе и для индукционной плиты. У меня плита индукционная, не все кастрюли, сковородки подходят для этого типа плит, но вот эта кофеварочка мне как раз пришлась к дому, к моей плите, и здесь все замечательно в этом смысле. Итак, что мы с вами сейчас будем делать? Мы с вами будем готовить кофе двумя разными способами. Будем варить, во-первых, два варианта кофе, и черный кофе, и латте. И черный кофе будем варить мы в обычной турке. Вот у меня такая механическая турочка, тоже кофеварочка. И будем варить вот в этой гейзерной кофеварке. Вот когда сегодня я тестировала эту кофеварку и сварила в ней кофе, я поняла разницу между тем кофе, который сварен в обычной турке, и кофе, тем же сортом кофе, который сварен в гейзерной кофеварке. В гейдерной кофеварке кофе получился намного вкуснее, намного богаче его вкус. И давайте мы сейчас, собственно говоря, приступим к самому испытанию этой гейдерной кофеварки. Какой сюда можно добавлять кофе? Конечно же, молотый. И вообще рекомендуется в гейдерную кофеварку добавлять кофе с помощью обычной кофемолки с молотой, либо вы можете готовый кофе приобрести, но не слишком мелкого помола, среднего помола, потому что если это кофе мелкого помола, он может забить вот эти отверстия, хотя они сами по себе очень мелкие, но и тем не менее. Поэтому вот как раз кофемолка у меня готовит среднего помола кофе. Давайте я вам покажу, я уже здесь намолола. Ой, кофе так пахнет вообще, обожаю. Аромат кофе. И что мы с вами будем делать? Конечно же, прежде всего, наливаем сюда воду. Давайте это и сделаем. Так, чтобы вам не поворачиваться спиной, я, соответственно, буду наливать воду. И вот именно таким образом лучше ее наливать, чтобы вот это отверстие было повернуто от вас. Тогда вам будет видно, до какого объема вам налить воды. Могу показать, но это будет не точно. Почему? Потому что он не видно. Так, у меня зашумел чайник, чтобы лишних звуков не было. В общем, я налила воды вот по это отверстие, до уровня этого отверстия. Дальше я вставляю сюда, собственно говоря, вот этот фильтр-сеточку. И теперь мне нужно добавить сюда кофе. Вообще, если вы любите крепкий кофе, конечно, можно заполнить вот прям дополна вот эту емкость. Но здесь получается очень много ложек, и кофе будет крепкий. Я такой кофе не люблю. Поэтому я, как обычно, добавляю вот такую ложку сверху сюда кладу. Ну, можно еще чуть-чуть, в принципе, еще вот неполная там третью часть ложки или пол ложки. Я сюда добавила в общей сложности. У меня, смотрите, получилось, она заполнена где-то наполовину. И все. Теперь я должна соединить вот эту верхнюю часть с нижней емкостью вот этой кофеварки. Все, кофеварка у нас готова для работы. Ставлю кофеварочку нашу на плиту. Так, вкручим. Все, кофе у нас варится. А теперь мы то же самое проделываем с вами с обычной кофеваркой. Столько же я добавляю сюда ложку кофе и еще чуть-чуть. Как раз у меня здесь вот остается. Вот, полторы ложки. И добавляем сюда воды. Но прежде воду мне нужно немножко отмерить. Я беру обычный бокал. И вот сюда вливаем воду. Так, ставлю я на плиту. И теперь у нас варится кофе в двух разных емкостях. В гейзерной кофеварке и в обычной пирке. Так, теперь я же вам обещала приготовить еще один вариант кофе. Это латте. И что мы будем с вами делать? У меня уже молоко готово. А точнее не готово. Я его просто приготовила для того, чтобы подогреть. Я подогреваю. У меня уже заранее был свален еще один кофе. Вот такой американо или эспрессо. Или черный кофе, как мы его еще называем. И я его просто отолью вот сюда, в нашу кружечку фаберликовскую. Налью где-то две трети этого кофе. Примерно вот столько. Ой, вам, наверное, не очень видно. Он умеет. В общем, поверьте на слово, две трети я от этого кофе налила. И теперь я пока его отставлю в сторону до того момента. Так, пока у меня не подогреется молоко. И молоко у меня уже прям так хорошо подогрелось. Мне надо его холодным разбавить. Потому что оно у меня чуть ли не закипело. Пустил этот момент. Это, конечно, не очень хорошо. Но все поправимо. Его нужно нагреть до температуры где-то градусов 60. Или около этого. И я просто буду его взбивать. Вот в теплом варианте. Винчиком обычным, механическим способом. У меня нет специального миксера. Хотела купить в компании. Он у нас был заявлен в этом 12-м каталоге. Но, к сожалению, чуть не упустила. Но не упустила кофе, который я сварила в турке. Вот видите, в турке у меня кофе уже приготовился. А вот в гейзерной кофеварке еще нет. Давайте я этот кофе вот сюда налью. Вот этот кофе получается, ну, с небольшой такой пенкой. Если вам видно, он там что-то подобие пенки какой-то плавает. Особой какой-то пенки, конечно, тоже нет. Так, и вот я уже практически следом слышу, как у меня начинает... О, слышите? Это кофе в гейзерной кофеварке. Ну, практически где-то плюс-минус. Практически одинаково. Давайте я вам покажу. Вон, посмотрите. Не знаю, видно вам или нет. Вон там у меня уже этот кофе сварился. Я вливаю этот кофе вот сюда. Можно открыть. Вот закрылась у меня. Можно закрыть крышечку. Она сама у меня отвалилась, упала. И вот такой получается кофе. Вот ровно на одну чашку этого кофе. Ну, тоже там с какой-то тенденцией к пенке. Но пенки здесь не образуются. Ну, кстати говоря, вот я сварила два кофе. И здесь вот у меня, видите, кофе, который сварен обычным способом. А вот в этой руке с помощью гейзерной кофеварки. Но ни там, ни там пенки у меня не образовалось. Давайте тогда мы с вами попробуем. Сначала я протестирую кофе, который сварен обычным способом. Ну, вы знаете, вот когда я варю кофе в турке, то полного удовольствия не получаю. Когда кофе готовишь в кофемашине, у него более такой вкусный, яркий, насыщенный аромат. А вот у этого кофе, он такой приглушенный. Все-таки кофе, сваренный таким способом, раскрывается не в полной мере. Не в полной мере отдает свой аромат. А теперь давайте протестируем кофе, который я варила в гейзерной кофеварке. И сравним. Девочки, вот вроде один и тот же кофе, но кофе, сваренный в гейзерной кофеварке, намного-намного вкуснее получается. У него ярче аромат, вот как я вам ранее обозначила, у него более такой насыщенный вкус. И вот реально он вкуснее. Вкусный кофе, девочки, получается. И это вот два варианта черного кофе прямо в сравнении. Теперь я же уже начала взбивать молоко и остановилась. Ну, давайте продолжим этот процесс до образования пенки. Вот, если вам хорошо видно, то пенка у меня уже здесь образуется. То есть нужно до такой густой пенки взбить. И после этого я это молоко добавлю вот там в кружечке, я же уже поставила, заранее приготовленный в гейзерной кофеварке кофе. Добавлю в него. И у нас получится кофе латте. Секрет приготовления такого кофе очень и очень прост. Посмотрите, сколько у меня уже пенки образовалось. Ну, видно вам. Пенки действительно образуются очень хорошо, даже вот механическим способом взбивая. Кстати говоря, венчик марки Фиберлик у меня. Сегодня у меня, видите, и посуда, и кухонная принадлежность марки Фиберлик. Даже вот гейзерная кофеварка у нас в компании появилась. Достаточно. А теперь я беру вот этот кофе, который здесь был налит на 2 третьих и где-то на 1 треть. Я прямо по стеночке, вот смотрите, как буду наливать. Прямо аккуратно по стеночке я наливаю молоко. И пенка сначала не сливается, а сливается молоко. А пенку мы с вами потом будем добавлять прямо ложкой. Представляете? Вот так готовится кофе латте. Вот, сейчас я вам покажу. Прямо тик-тик все получилось, и молочком тик-тик. Вот, видите, какого цвета. Не знаю, насколько вам хорошо видно. Так, и у меня, смотрите, сколько там осталось пены. Прямо огромное количество. И вот эту пену я беру ложку. Давайте, как бы мне вам продемонстрировать. Я беру вот ложку, и обычной ложкой я выкладываю сюда, сверху, на наш кофе. Ой, девочки, как же это круто получается. Это просто необыкновенно. Просто необыкновенно. А еще сверху я натерла на терке шоколад. Наш шоколад из суперфудов. Вот здесь две дольки у меня остались. Две дольки я использовала. Видите, он посыпан разными орешками здесь, сублимированными фруктами, ягодками. Вот видите, я натерла его на мелкой терке, и прямо сверху я его посыплю. Видно же вам, да, что я тут делаю? Сверху на наш кофе латте. Ой, девочки, какая красота! А какая вкуснятина получается! Я не знаю, насколько вам хорошо все это видно, девочки. Вкуснятина. Очень вкусно. Действительно кофе латте. С шоколадным таким аккордом, нюансом вкусовым, девочки. Очень вкусно. Попробуйте приготовить такой кофе. Если вам будет не хватать сладости, можно добавить стевию. Кстати говоря, у нас в компании есть стевия. Но я пользуюсь другим сахарозаменителем, потому что вот наша стевия, она меня не в полной мере устраивает, кстати говоря, но на вкус и цвет товарищей нет. Я использую вот такой сахзан, фитпарад 7. И можно чуточку его добавить сюда для улучшения вкуса. Его достаточно прям, знаете, вот такой маленькой ложки, и то не полной. Вот сюда добавляем. И можно все это дело размешать. Вкусно? Да, вкус намного улучшился. Легкая-легкая сладинка появилась. Очень вкусный кофе. Так что, девочки, вот такие варианты кофе можно приготовить. Я вам сегодня продемонстрировала. Если, конечно же, это видео вам было интересно, полезно, ставьте лайк. Если еще не подписаны на мой канал, подпишитесь, не забудьте нажать на колокольчик. А вот такие товары, интересные, необычные товары, есть у нас в компании Фаберлик. Фаберлик – это не только косметика. И далеко не только косметика, поскольку Фаберлик – это компания образа жизни. Вот сегодня я на своей кухне. И посмотрите, вот у меня кухонная принадлежность марки Фаберлик. У меня там есть и прихваточки марки Фаберлик, текстиль. Вот я сегодня демонстрировала вам чашки марки Фаберлик. То есть у нас огромный ассортимент чистящие, моющие даже вот там в уголочке марки Фаберлик. И не только для ухода за кухней, но и для уборки во всем доме. Шикарные у нас товары. Есть для стирки белья, для уборки. Есть у нас одежда, обувь, нижнее белье. В общем, у нас огромный ассортимент. И, конечно же, все эти товары вы можете приобретать минимум со скидкой 20%. А при желании еще и построить свой собственный бизнес вот на такой шикарной продукции. Опять же, не занимаясь продажами по каталогам, а организуя огромный товарооборот. Как это сделать? Этому всему мы обучаем в нашей команде Фаберлик Реалити. Если у вас есть такое желание, пишите мне в личку в социальные сети. Все ссылочки есть у меня под данным видео. Мы обязательно с вами пообщаемся на тему заработка. Как и что здесь нужно делать. И вы примете свое решение. Интересно вам это или не интересно. Если же вы хотите просто пользоваться вот такой шикарной продукцией, и таким широким ассортиментом со скидкой 20%, то по данным видео я оставила активные ссылки на регистрацию личного кабинета. Это делается только через оформление личного кабинета в компании Фаберлик. Чтобы это произошло, проходите по этим ссылочкам. Регистрируйте свой личный кабинет. После этого я с вами обязательно свяжусь и стану вашим информационным помощником в компании Фаберлик. Помогу вам с оформлением ваших заказов. Расскажу вам о всех возможностях компании. Как здесь можно получать подарки за свои покупки. Обо всем вам более подробно расскажу. А сейчас говорю вам всем пока-пока. До новых встреч. С вами на связи была Татьяна Кузьмина. Увидимся в новых моих видео. А еще сейчас проведем небольшой эксперимент. Вот у меня сидит дочка, там чем-то занимается. Я ей принесла, во-первых, протестировать латте, который у меня остался. Она уже здесь выпила. Так, Юль, скажи, как твои впечатления? Латте вкусный был, очень приятный. Так, понравился кофе? Да. Вот тот, что мы сегодня утром с тобой готовили, и этот отличается как-то по вкусовым ощущениям? Да. Какой вкуснее? Этот вкуснее был. Этот вкуснее, да? Как будто больше прям... Как настоящий, да? Не знаю, что там. Шоколад. Да, там был шоколад, там было молоко тепленькое. Но мы утром тоже с тобой готовили латте с молоком, но только с холодным. Ты добавляла холодное молоко, да? Юль, а еще вот смотри, я принесла тебе два кофе. Они сварены абсолютно разным способом. Здесь у нас провода, но не принципиально. Это все нормальный процесс творческий. Так, и, соответственно, вот протестирую вот этот кофе и этот. И скажи, есть разница или нет? Запомни вкусовые ощущения. Это первый кофе. Окей. И вот этот кофе, второй. Есть. Какой в кофе тебе больше понравился? Вот этот помягче. Ага. Вот этот жестче. Угу. У этого более приятный вкус. Угу. Вот этот кофе был из гейзерной кофеварки. Сразу вот чувствуется разница, да? Ну, мы утром тоже почувствовали, когда готовили с тобой кофе, да? Я тебе давала протестировать, и ты сказала, что разница есть. И вот сейчас вот вслепую подтвердила то, что вот этот кофе, приготовленный в гейзерной кофеварке, он гораздо вкуснее. А так на внешний вид вроде все одинаково.